вот еще одна часть арабская этого города без вариантов то если посмотреть наверх можно увидеть и римскую крышу в римском стиле колонны которые естественно были привнесены в арабский мир но это конечно не невероятно вот эти порталы и божий город опять нависает над входом а вот это уже прям римская стена папа римского вон там вот шляпа которая обозначает что он признал это место и дал ему свои привилегии как пастве вот и такой портал идем дальше идем дальше машины наследие такая крыша невероятно мощные стены тут все-то оборона была конечно да такая вот картопа обалденная видела в гранаде но не стала фотографировать надпись на стене на которой было написано стоп чайнис инвайжен вот это рим во все его мощи во всем его богатстве во все ее усилия огромный, раздутый, гигантский, как сейчас одна из самых крупных стран в мире, не та, в которой я живу. Которая старается все сделать больше, больше грудь, больше губы, больше задницу, больше, 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 самые высокие дома, самые громкие скандалы, самые сильные взрывы, все как можно больше раздутое, гипер раздутое. Походка классная. А тут у нас бар, понятно. Что-нибудь невероятно огромное, непропорциональное. Если нос, то самый длинный. Если грудь, то до колен. Да. Заходить. Да. 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 Пам-па-ра-па-ра-па. Ну вот. Что-нибудь огромное. И вот в этой крепости весь Рим. все его, все его, как говорится, речи, пугающие древнего человека, ведь представить только себе город древний, представить себе, что древний человек не видел дома в 25 этажей, в которых можно жить, не видел дома в 17 этажей, в которых можно жить. Самые высокие здания в любом древнем городе это были храмы, причем они использовались не только как храмы, они использовались как ориентир, вот, поэтому выше церквей, сейчас представить себе Выше храмов ничего не было. Ну, конечно, были такие храмы, как в Кернский собор, который сейчас ничего не может затмить, но вообще у людей не было домов выше двух этажей, по крайней мере, в древности, вот, и естественно, они были дома-то какие из глины, соломы и какашек, поэтому вот такие постройки, на них люди шли, как вот Сантьяго де Компостело, люди шли годами, реально годами, там, например, с Востока, с Палестиной, Палестину точнее, вот, и если учесть, как это выглядело, это же все должно было быть расписным и не таким грустно-серым, то понятно, что это все должно было быть таким царством небесным, на первый взгляд, и на второй, и внутри, и снаружи. И плечайка-то должно было быть, ну, судя по тому, сколько люди вообще жили в то время, 30 лет, я бы уже не жила давно. И это должно было быть самым ярким впечатлением в их жизни, самым-самым ярким, самым потрясающим. И пусть, так, все это должно было быть ярко-красным, желтым, зеленым, золотым, чтобы пестрело и взрывало мозг просто, как Кремль московский. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...